итак синяя команда карт на артанисе, вовхеоф на светике, схирот на заре, фуна на сильване, кайси, боже, кисниуби на фулстаде, я не могу эти ники читать, боже, лос-анджелес полис на бараке, он же лунарн, да, если я не ошибаюсь, ненопи на гэнзи, сфикси на элидане, аэр на седогреве и монстрбир на вигаре, чтобы быть кастером, надо еще ники читать, проблема, пока название команд поправлю, попробую хорошо прочитать ники, возможно, так, Ри, Ри у нас тут, и Снеги у нас тут, то есть, Ри, это у нас откуда команда, кстати, посмотреть бы, Ри, 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 это нидерландская команда, то есть Голландия, под голландским флагом, по крайней мере, они играют, посмотрим, мемберс, участников, да, все голландцы, то есть, чисто голландская команда, Фанна, Карси, Лоу Хеллс, Ниби, Низау, Широт, да, сейчас смотрю, вот видите, голландская команда, так, вернемся, вернемся, где мой бой, все, все, так, синяя команда идет по топу, он пытается сейчас обойти и подпушить, смотрите, кстати, вот команда Снегири, они стоят на центре, они ждут, где появится Сильвана, на каком из вайнов, чтобы не дать ей запушить, ну, по идее, да, Снегири тут и Зимин, конечно, но у них более опытные игроки, сильные, ну, давайте посмотрим, так, пуш идет, башенку сносят, сейчас их могут закрыть, у Артаниса большие проблемы, Артанис умрет, да, это Светик умирает, умирает Артанис, ну, и Заря не уйдет. Вот, красная команда была готова к пушу и не дала запушить, за башенку трейгеров отдать, это довольно сильно. Без сомнений, по составу команда Снегири гораздо сильнее, я не спорю, то есть этих гаванцев я вообще не знаю, не видел в топах, например, а у Нарена там все про него знают, Нинопи тоже, он хорошо на дамагерах играет, он там в сотку ходит, 150 в топ-топ Европе, Так, большие проблемы с Итогривой, тут Полиморф, ой-ой-ой, какого Сильвана чизит, Регар подхилял, тем временем убили Фолстаду на боте, Гэнзи работает. Того это уже 0-4. И пуш идет дальше. Сильвана, конечно, находится вместе с Тимой, команда помогает пушить. Вторую башенку на полхп раздамажили, идет фокус по Регару, Регар уходит. Он убитый. Ну да, с Зарей-то, кстати, неплохо, так можно стоять, но... В плане передвижений, тимфайтов, таких мувов, Снегири, думаю, посильнее будут. Иллидан стоит с олайн против Фолстада. Таланты, мы видим, что Фолстад и БВ с поткупом играют, конечно же. Будут покупать лагеря, подкупать, хил брать. Есть контроль, есть рыв, есть план отхода. Слишком перепикали. Главное, исполнение, чтобы было высоте, нет особых проблем. Ну, наверное, да. Ну, мы видим, Светик покупает вражеский лагерь. Вот как раз его можно поймать и наказать за это. Но нет. Все-таки уходит, уходит, не успели. То есть, они забрали два отхила с кемпов. И Фолстад, и у Светика есть отхил. Оп, свап по Гэнзи. Немного опять выпрыгивает. Артанис оказывается за стеночкой, прожимается отхил тем временем от Светика. Но Артанис это уже не спасает. Ой, зеря довольно битая. Ригар и чизит, кусает щиток. Ригар забирает на развороте. Вау, что творится просто. Сидогриф. Нет, все-таки догорел. И в итоге это размен 2 в 3. Да, вот это замес. Фолстад тут разбирается с Солиданом. Если это разбирается, прожимает отхил. 3-7 по фрагам, но уровень равный. Все-таки довольно-таки сильно подпушили. Фолстад. Нет, Светик не успел на Фолстаде. Это размен 1 в 1. Просто прирезали друг друга в жесткой дуэли. А нубчик укапывается. Синяя команда проводит свою машиночку. Как это назвать? И красная команда тоже, скорее всего, приведет. Посмотрим. Да. Проводит и пушит бот. Грави эти пока равные. То есть уже 5 минута. Думаю, таки все равно. Минус 2 башни, минус ворота. Артанис слапает, но сам оказывается далеко впереди. Так. По Сильвании идет урон. Защит Зари. Зари защит на себя. Она ее чизит. Сидогриф прыгает. Тотем замедления. Зарю не отпустили. И Артанис тоже может поплатиться за свои полеты. Минус 2. Сидогриф запрыгнул за стеночку. Что это было? Да. Фолосат против Гэнзи на топе. Регар бэкает. ТП аут. Пока только синяя комата потихонечку ведет свою машинку. И по уровню это у них больше. 5-10 по киллам, но Сильвана запушила тут стеночку и на топе стеночку. С башнями. Так. Зари проблема. Сексуального характера. И ее убили. Среди к тем временем ждет кемп подкупать. Его сейчас могут принять, если прочитают это. Нет. Он успеет улететь. Регар бьет машинку по боту. Вообще Регар нужен для команды. Как же без хилата. Или да, остается один на топе. Какие-то ротации. Пока я не могу прочитать замысел. Входу замес будет на топе. Среди ка проблема. Ну, он провязал отхил, но его уже не спасло это. 2 в 4, а урон по Артанису. Не напи битый, но вокруг прыгает, скачет, выживает. Это уже минус 2 надо уходить. Красная команда расстреливает. Синие расстрелять не дали. Это уже по крепкости коры на единицу. Впереди Снегири. И 10 уровни. А ну, пограть через кокон. Гензи, это у нас перекрестный удар. Или дам через охоту. Будет врываться. Хватай за горло. Уси до грива. Орегар пока не выбрал. Думаю, Блод Ласт или Блод Хил взять. Дам два захвата наемника в перебор. Ну, почему нет? В принципе, Фолстат Солайн хороший. Или дам... Или дам... Что он, Солу Босса ковырил? Что-то странное мне показалось. Тут Солу Босса вряд ли заберешь. Они будут кушать постоянно. Тебя. Да, Деф, Деф, Деф. Спокойно машинку. 10 против 10. Тут у нас тоже ультимейт. Подавляющий импульс. Артанис. Изумрудный ветер у Блочки. То есть Дизенгейдж. Так. Зона трещения. Отражение. Сидогрив доунули биты. Кто-то в коконе. Блэв в коконе. Исцеление предков. Отличное исцеление предков по Сидогриву. Выживай Фолстат прилетает. Иллидан добивает. К Сильвану. Фолстат у нас через целый лазерный импульс. Это удар внутренних земель то есть. Один в один. Такие все биты. Светик не успел улететь. И без хила теперь проблема у синей команды. Это уже минус... Минус один пока. Ну хотя заря есть. Да, да. Вот это файт. Сфикси всех разрезает своим Иллиданом просто. Показывает эту главную. Ну нет, не всех. Заря ему показала. Сидогрив. А я думал, честно, что Иллидан всех пройдет, но не сложилось. Это минус 4. Ну видите, вот вы говорили, что типа легко-легко в Снегере выиграет. А вот нет еще. И это преимущество в уровень, между прочим. И пушит форт на топе. Будет 13 уровни. Сильвана, конечно, через стенающую стрелу. Внутри земель. Внутри отчуждения. Заря. Мы уже все это видели. Я же держу в курсе. И проводят машинку. Расстреляли сразу два выстрела еще форта. Потому что теперь впереди уже синяя команда на уровень. И даже покоря. Как неожиданно, гаванская команда показывает хорошую игру. Смотрите. Вот так вот недооценивать соперников. Кстати, у Нинопи мы видим отхил. Он забрал свой кемп. Забрали кемп. Не дали на трассбвэшечке забрать. Сразу по таймингу первыми забрали. У них все бы уронов нет. Ну, у кого? У всех тут есть урон? Есть у всех урон. Там Седогриф. Или Дан. Вполне. Так. Замуродный ветер. Иллюзается отхил красной команды. Фолстат на топе не прилетит. Вензи ультует. И это минус Ригар. Как он кого-то прячут? Минус Седогриф. Минус 2. Ой-ой-ой. Оно бы тоже большие проблемы. Артанец битвен и живет. Минус 4. Фолстат прилетел еще. Иллиданте время довел машинку по топу. Но это минус 4. Еще минус 2 Форд. Уж какая хорошая игра от голландцев. И синяя команда просто пушит дальше. Да. Что происходит? Это минус Кипа по боту. Иллидан. Иллидан спускается стоп. А может быть какой-то тимфайт? Нет. Иллиданте. 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 Развели на ульту у Фолстаты. Истреление предков продвижается. Ну, Ригар сейчас заберут. Зону отчуждения. Артанец тоже из-за этого. Минус Артанец. Сидогриф кока дэмеджа. БВ в глыбе. Забрали БВ. Ой, все едят живые Иллиданы. Ну, прям без ХП. Заря на стакан если он попадет. Хо-хо-хо. Хорошая попытка. Красиво. 2 в 2. Это замес был. Хотя 2 уровня. Не хватает. Красной команде нам не дали замес. Притом началась она вообще в 3 в 5. Это еще не хороший результат. Для этого замес. И синие ведут. Ну, если они проведут. Это уже будет 4-1 по прочности кора. И там забрать босса. И все это ГГ. То есть очень много отдали. Да, Сильвана что-то так сыграла прям. По фрагу мы видим 17-18. За счет Сильвана или за счет пуша. Сильвана, зря. Нельзя проводить так просто. Хотя нет 16-го. Но пытаются что-то сделать с Нигири. Свапа нуба. Фокус по нубу. И убиваю этого. Артанис кидает от Сильвуа. И стреляющий ветер. Или да, мы тоже забрали. Минус 2. Сейчас пойдут на босса. Ре. Вот это поворот. Еще и свапают Регара. Вау. У меня остается только двое. Сидогриф и... Гэнзи. Боюсь, это будет босс. Для... Ре и ГГ. Ну да. Неожиданно, неожиданный исход, честно говоря, для меня. Ну что ж поделать. Гэнзи. Привет, Владик. Не понимаю смысла, почему зарядочное отталкивание, если есть лазер. Почему нельзя стяжку изи попасть. Ну, каждый выгачивается как ему удобно, как ему нравится. С другой стороны, зона отчуждения. Может на боссе помочь. Еще в каких-то ситуациях там. Не дать провести там, пройти кого-то, зонить. У меня тоже обычная игра через гравитационный этот импульс притягивающий. Так, давайте посмотрим. Ну, это от игрока зависит от ситуации. Осадный урон у Сильвана, конечно, топчик. Урон по героям. Опять же, Сильвана, кстати, очень надамажила. 52 тысячи практически. Больше, чем Сидогриф. Да, Сильвана. Вот MVP этого матча серьезно. Вот Сильвана, скорее всего. Скорее всего, да. Дальше Сидогриф и Гвензи. Ну, по статье, да я один раз умерла только. Саму не верится. Ладно, щиты. Светик 41 тысяча. Регар 37. Заряд 22. Ну, тут, конечно, больше. Регаром быстро хилят, но все-таки не так много. Да. Ладно. Таланты, посмотрите. Переполнили колчан. Потеряем души. Зубыльные стрелы. В принципе, все довольно-таки так стандартно, насколько я знаю. Зону отчуждения. Вот тут Заря в автоатаке, кстати, идет. Стандартный билд в автоатаке. Зону отчуждения ульта. Пседогриф через коктейль, только хватай за горло у него. Очищение ульга, очищение у БВ. На анопчик, в принципе, тоже стандартный. Зону отчуждения ульта.